Ребята, всем привет, с вами, как обычно, Данте, добро пожаловать на мой... Блядь, сука, да когда мне уже дадут нормально поснимать видос? Всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, Данте, добро пожаловать на мой канал. И, наверное, из названия ролика вы могли бы подумать, что сейчас я буду как-то обсирать Аризону, назвать её нубой РП-сервером, как это многие мне пишут в комментарии, но... Ребят, я знаю, как вы не любите мою болтовню, но подождите ещё пару секунд. Сегодня я хочу вам порекомендовать канал Мотти. Этот парень только недавно начал снимать с Ампец, и он будет рад, если вы подпишетесь, ну или хотя бы просто напишите ему в комментарии привет от Данте. В общем, приятного всем просмотра и хороших выходных. Ребят, наоборот, сегодня я буду... попытаюсь доказать вам, что Аризона не нубой РП-проект, он не скатился, ничего, то есть Аризона, наоборот, сейчас на своём пике, то есть даже, может быть, и не на пике, а только растёт, только начинает расти. Поэтому, друзья, надеюсь, что вы сразу поставили уже лайк под этим видео, потому что тема достаточно интересная, то есть сегодня, после этого ролика, вы уже, наверное, окончательно убедитесь в том, что Аризона не нубой РП-проект, хотя на самом деле мне даже немножко страшно записывать это видео, поскольку игроки есть непредсказуемые, то есть я могу подъехать к какому-нибудь чуваку, и он будет играть со мной РП прям вообще на высшем уровне, как хард-РПшник, но могут быть такие игроки, к которым я сейчас подъеду, и они меня просто там сольют, либо там пошлют меня в жопу и так далее. Друзья, ну согласитесь, как можно понять уровень РП у человека, у игрока, кроме как в такси? То есть такси, мне кажется, это самый лёгкий способ узнать, РПшный ли чувак или нет. Поэтому сейчас я приехал на Читахе, на таксишке к вокзалу Сан-Фьерро, и буду ждать здесь человека, который сядет ко мне в машину, и там мы уже поедем куда-нибудь и попробуем пообщаться и так далее. Итак, друзья, в общем-то ко мне сел Рифовец, и поэтому мне на самом деле стрёмно, потому что это Гетовец, и вряд ли он будет сейчас отыгрывать РП, но давайте чуть-чуть проедем. Он меня попросил доехать до Варлоков, и сейчас мы поедем, я попробую с ним разговориться, но, насколько я понял, он как-то спешит вроде, поэтому, блин, не знаю, что из этого выйдет, но сейчас посмотрим. Долгая дорога нам предстоит. Давай, может, познакомимся, посмотрев на Джо. То есть сейчас он пишет прямо сейчас, то есть я хз, блин, он реально спешит, этот чувак, и посмотрим, что нам сейчас ответит. Я Джо. О, смотрите, смотрите, уже разговор поддерживает парень. Я Данте. Если не секрет, с какой целью едешь туда? Хочу прокачать навыки стрельбы, там дешёвый тир. Ну, блин, ребят, ой, блядь. В общем, ну, не знаю, что на это ответить, что вам сейчас сказать, но, ну, серьёзно, друзья, я вот не знаю, как это сейчас объяснить, вот это вот, хочу прокачать навыки стрельбы. Вот, я, когда он отправил это сообщение, я подумал, что, блин, мне не повезло, сейчас придётся там перезаписывать видео и так далее. Но, друзья, в общем, потом он написал, там дешёвый тир, и поэтому, как бы, он немножко оправдался, немножко, как бы, отыграл это всё в сторону РП, потому что, типа, там дешёвый тир. Ну, а слово навык и слово, словосочетание навык стрельбы, как бы, есть у нас в реальной жизни, поэтому, ну, можно это учесть за РП. Сейчас, друзья, я подумал, почему бы не попробовать позвонить кому-нибудь по телефону, то есть, допустим, колл, и дождаться сейчас какой-нибудь вот рекламы, вот, допустим, продам АМ Санрейс, давайте позвоним 194-4368. Блин, конечно, РПшный телефон, но не очень удобный, честно говоря. Так, отлично, он взял трубку. Здравствуйте. Вот сейчас мы и посмотрим, отыгрывает ли этот парень РП по телефону или нет, потому что телефон тоже такая тема, РПшная, вроде как, на Аризоне. Здравствуйте. То есть, уже ответил нормально так. Я прочитал объявление. Вы продаёте авто? Да, я продаю. А какой пробег? Бито, перекрашено. Сейчас такой вот я вопросик задал, что чувачок должен как-то сыграть сейчас со мной РП, но если он мне скажет, иди в жопу, какой, блядь, пробег, и какая перекрашена, что-то, что ли? Ну, это будет как-то не очень, мне кажется. То есть, он не будет РПшником. Но сейчас мне что-то подсказывает, что он реально будет нормальным. Пробег 90 километров. Неперекрашено, можно так сказать, состояние авто 7800. Блин, вот посмотрите, чуваки, состояние авто 7800. Это всё он, да, посмотрел по корпасу, по-моему. Чё? Чё за бред? Почему меня кикнуло? Блин, ну я так нормально прям разговаривал с этим парнем, и сейчас меня кикнуло, блин. Да, всё ясненько, всё ясненько. Ну, чуваки, придётся перезаходить и как-то дальше стараться отыгрывать РП. Ребята, ну и напоследок я подумал, почему бы не постараться отыграть РП с моими членами мафии, которых сейчас, блин, нету на респе. То есть, посмотрим, есть ли они в особняке. Пару человек к особняку, есть дело. В общем, друзья, сейчас я позвал пару человек с моей мафии, и будем ждать, пока они приедут, и там уже попробуем отыграть РП. То есть, надеюсь, ко мне сейчас приедут не какие-то высокие ранги, а именно там первый, второй, там и так далее. То есть, младший состав, чтобы уж точно посмотреть, что, ну, как бы РПшит не только там старшие ранги и так далее, чтобы вы убедились всё-таки. Так, друзья, в общем-то, мои мафиози не приехали, все там заняты, походу. И сейчас, допустим, вот тут три человека есть, которые хотят на собеседование. Вот, давайте попробуем отыграть, допустим, ну, с Августом вот этим вот. Приветствую. Вы по какому вопросу? Вот, да, это даже уже чувак с Дра Сальве. То есть, сразу так по-итальянски начал. Я от владельца пиццерии в Лос-Антосе, он отправил меня к вам. Я так вижу, вы долгий сотрудник пиццерии, посмотрев на телосложение Августа. То есть, сразу, смотрите, ребят, парень присел на стульчик, вот, сразу начал со мной отыгрывать, то есть, просто, чтобы вступить в мафию, он отыгрывает РП прямо на высшем уровне, что, ну, прям прикольно. Август был в тёмном худи, брюках, кроссовках. Ну, блин, чуваки, тут просто нечего сказать, на самом деле. Как видите, вы по поводу трудоустройства. Если говорить кратко, да, но мне хотелось бы рассказать о себе. Сеньор Мадин, я от владельца пиццерии в Лос-Антосе, я у него начал работать после того, как мне пришлось уехать из Калифорнии. Парень прямо отыгрывает свою биографию, то есть, ну, если кто-то мог подумать, что, типа, этот ролик какой-то подставной, нет, я этого парня первый раз вижу, и поэтому вообще никаких вопросов нет, и у вас тоже не должно оставаться никаких вопросов, потому что, если вы уже сами не верите, что Аризона РП проект, то просто сами зайдите и отыграйте пару ситуаций с какими-нибудь людьми. То есть, смотрите, проработав месяц и получил свою зарплату, я получаю вот это, достав мобильник из брюк. То есть, сейчас он мне будет показывать какую-то смс-ку, и, разблокировав кнопочный мобильник, показал Мэдди смс на главном экране. Да, но я так и подумал, типа, он мне сейчас будет смс-ку показывать. Друзья, в общем-то, надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы уже поставили лайк на это видео, подписались на мой канал, поскольку долго я не решался записывать это видео, поскольку я думал, что все обломится и так далее, но сегодня я прям удивлен результатом, поэтому, ребята, заслуживает, наверное, этот видос вашего лайка, и Аризона все-таки РП проект, ребят, и все-таки не мобильник РП проекта, и тут можно отыгрывать ролеплей ситуации, поэтому заходите сюда, будем играть вместе, ребят, с Айнт Рос, ссылка есть в описании, айпишник тоже. Спасибо всем за просмотр, с вами был Данте, Всем удачи и всем пока-пока!